Период реорганизации предприятия «Мумпода канал» практически завершился. Об этом можно судить даже по абонентскому отделу Центра оказания услуг. Работает электронная очередь, в рабочем режиме идет прием граждан. Такая ситуация в каждом районе города. Я хотел бы сказать, что базу мы восстановили. База у нас сегодня на 99% соответствует действительности, поэтому вопросов больших по перерасчетам нет. У людей претензий нет, потому что достаточно оперативно ведется обслуживание абонентов. Кстати, этот центр в главном офисе предприятия на Гагариной 73 был открыт в июне 2016 года. В принципе, все правомерно, скажем так. Персонал тогда идет на встречу, помогает, объясняет, разъясняет. В общем, все хорошо. В Адлере людей еще меньше. В помещении собраны специалисты всех направлений взаимодействия с абонентами. Здесь же работает касса. Действует также электронная очередь. Задача персонала – потратить минимум времени для решения тех вопросов, с которыми адлерцы обратились в ресурсоснабжающую организацию. У меня возникла проблема, неправильно указанная. Показания счетчика и абсолютно без проблем взяла квитанцию в электронную очередь. И пяти минут не прожидала. Очень удобно. А в феврале этого года и в Хосте был открыт офис по приему абонентов на Сухумском шоссе напротив музея истории Хосте. Он работает еще не в полную силу, но люди уже о нем знают. Знакомая сказала, я хотела в Сочи вообще поехать, мне сказали, что здесь открыли уже. Вот и приехала. Я в Кудэвсе проживаю, конечно, очень удобно. Или в Сочи ехать, или я в Кудэвсе, раз приехала и все. Сейчас, конечно, многие сочинцы пользуются личными кабинетами или оплачивают услуги ресурсоснабжающей организации через онлайн-сервисы банков. Поэтому в офисах скоплений людей нет. Более того, показания приборов учета воды для тех, кому это необходимо, можно передать в МПД-канал круглосуточно по многофункциональным телефонам. 2 96 98 49 или 8 967 696 98 49. Ответит робот, который благодаря специальной программе зафиксирует данные. Для этого их нужно либо набрать в тоновом режиме телефона, либо четко проговорить. Глена Авсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.